Мы продолжаем жару в Вегасе в прямом эфире. И как вы уже могли понять, мы находимся в зоне неуютных вопросов на уютных диванах. У нас все просто. Пять вопросов от поклонников и пять ответов на чистоту. И как вы уже могли понять, хоть она и пытается скрыться за этот микрофон, но ничего не получается, потому что эту красоту не скрыть ни зачем и никогда. Ирина Дубцова, друзья! Да-да-да. Да? И мы начинаем. А я не прячусь, а чем мне прятаться? Ни о чем мне прятаться. У меня нет от вас секретов. Вот сейчас мы в этом и узнаем. Итак, первый вопрос. Твой самый незабываемый поцелуй в жизни. Когда он был и помнишь ли ты его вообще? Конечно, помню. Мне было 15 лет. Я целовалась с мальчиком, с которым, ну, как мне казалось, у меня были первые серьезные отношения с поцелуями и объятиями. Это было в лагере Орленок. Вот. И его зовут Гоша. И, насколько я знаю, сейчас он капитан дальнего плавания. Был бы идеальным мужем, кстати. Гоша, где ты? Гоша, найди сюда. Гоша, большой привет тебе, да, от всех нас. Да-да. Второй вопрос. В чем ты чувствуешь себя комфортнее? В женственных платьях или в обтягивающем черном латексе, как в клипе «Факт»? В латексе мне, кстати, понравилось. Мне кажется, мне надо чаще использовать это как повседневную одежду. Глядишь, и Гоша объявится. Гоша развернет свой корабль прямиком в Москву. Поскорее бы поближе к тебе. Следующий вопрос. Многие считают, что твои песни биографичны. Скажи, а в случае с песней «Факт» автобиография присутствует? Если да, то в каком моменте? Ну, в латексе, безусловно, есть часть моей автобиографии. Нет, не все мои песни автобиографичны, безусловно. Но эта песня имеет конкретное отношение к конкретному человеку. И он об этом знает, и это факт. Но я вам не скажу, как его зовут. Гоша, мы уже знаем. Нет, это не Гоша, нет. Вернись, Гоша. Гошу я видела первый и последний раз, когда мне было, собственно, 15 лет. Ну, ладно, не последний, мы надеемся. Гоша, от какой из своих песен ты откровенно устала и почему? О нем. Ну, я не могу уже. Я так и знала, честно говоря. Мы уже ее переделывали с моими ребятами. Сегодня, к сожалению, не было возможности выступать с коллективом живым. Мы ее переделывали на... У нас есть восточный вариант, кавказский вариант, руссконародный вариант. Как звучит кавказский вариант песни о нем? Пожалуйста, можешь хотя бы... Я за ним одним, я к нему ву-ву-ву-ву. Я к нему ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву. Аданаму. Это же руссконародный добавился. И тут все Готчи сбежались, вернулись обратно. Я же расслесилась. Браво, браво. Итак, и последний, завершающий вопрос, пятый. После песни «Свадебная» выходит песня «Факт». Все это походит на продолжение какого-то сценария. Вот вопрос, какую песню ждать следом, точнее, о чем она будет? А я вам даже скажу, следующая песня выходит в феврале. И это «Медляк». Очень давно у меня не было медленных песен, и меня просто засыпали просьбами о том, чтобы я написала какую-то медленную песню, душесчипательную, чтобы все плакали. И я даже могу вам сказать, название этой песни, она называется «Под дождем». Обычно я не раскрываю таких фактов. Сенсация, наконец. Но пока наслаждайтесь фактом, который так и называется «Факт». То есть после «Факта» «Под дождем». Ну там такое вообще, там просто душераздирающая песня. В общем, девчонки, ждите. Ой, я аж прям. Ждем премьеры на телеканале «Жара».